Дед обещал деноцификацию, и он ее добился только в отношении своего государства. Гарантировал демилитаризацию, и это тоже произошло в России. В Курской области на территории России идут боевые действия, и вот на этих кадрах колонна российской техники, которую ВСУ ударами Хаймерс сожгли неподалеку от российского города Рыльска. Он что-то там мямлил об одном народе, мечтая увидеть Украину в составе РФ. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно, а как можно это изменить? Это факт. И Украина начала входить. Выходит, то есть входит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Давайте откроем матрешку и посмотрим на все достижения великого стратега за три года так называемой СВО. Что случилось? Почему все это происходит? Курск. Не могу связаться с родственниками. Что там у вас происходит? Так вы звоните через плюс 3-8-0. Путин мечтал о деноцификации. И приложил к этому массу усилий. В частности, решился на полномасштабное вторжение в Украину. И деноцифицировал уже около 600 тысяч россиян. Вот так вот выглядит результат СВО. Это только Саратов. Конца и края нет. Они, конечно, могли деноцифицироваться сами. Отводки. Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре в среду заявил, что он против повышения цен на алкоголь. Но алкоголизм убивает постепенно, а бункерному нужен был мгновенный результат. Чтобы освободить место для китайских товарищей, исламистов и иммигрантов. И Путину показалось, что война якобы за родину – это неплохой метод проредить население своего же государства. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще чего-то. Непонятно. Помимо ликвидированных российских оккупантов, еще 1 миллион 300 тысяч граждан РФ деноцифицировались через Верхний Ларс, Аксай и другие пограничные пункты с пока дружественными для России странами. Они предпочли уехать. Бог с ними. Это их решение. Оставшиеся продолжают самоуничтожаться благодаря наркотикам, алкоголю и суицидам. Только в первый год войны от этих факторов умерло 70 тысяч россиян. Ну, как говорится, сдох Максим и хуй с ним, епту. Формально Путин, конечно, приказывает россиянам жить как можно дольше. Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля. Но фактически великий многоходовщик сделал все, чтобы заселить свои необъятные болота мигрантами. Эти новые жители болот несут россиянам все то, что они так любят. И к чему исторически привыкли. Например, традицию платить дань. Наша страна оказалась захвачена выходцами одной из стран постсоветского пространства. Мы, жители, среди которых пенсионеры и семьи с детьми, находимся в положении заложников. Нас обложили финансовой данью. Они делятся своей культурой и модой. Пока, конечно, непривычной для России. Но это пока. У нас так не ходит. Да и вообще мигранты несут любовь у массы. В прямом смысле этого слова. В Москве граждане Узбекистана изнасиловали сотрудницу МАЧ-ТВ. Заместитель генерального директора Газпром-медиахолдинг Тина Канделаки. Подтвердила это в своем телеграм-канале. Одним словом, обещанная Путиным геноцификация идет строго по плану. Только в России. Что, в принципе, уже признают и сами россияне. Кошкино, как район, превратился в АУ. Просто в Среднюю Азию. Вторая задача, которую ставил перед собой Путин в 22-м году, это демилитаризация. С ней он справляется еще лучше. Мы уже применяем этот механизм. И он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно. Российская армия активно демилитаризируется украинскими дронами в воздухе. В воде. И на земле. Стоит танк. Только российская армия могла потерять подводную лодку «Ростов-на-Дону» 2014 года выпуска «На суше». Как видно, подводная лодка получила два прямых попадания крылатых ракет, которые проделали огромные пробоины в прочном корпусе и вызвали возгорание. А сверхмодный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на земле. На территории аэродрома в Астраханской области РФ был уничтожен многоцелевой истребитель Су-57. Спутниковые снимки подтверждают огневое поражение самолета. В демилитаризации Путину активно помогает как украинская армия, так и собственное Министерство обороны, еще недавно возглавляемое «Шойгу». Оленевод, видимо, с детства любил творчество Аркадия Гайдара. Иначе как объяснить то, что у него был свой персональный Тимур и его команда? Правда, когда оказалось, что старая гвардия не справляется с демилитаризацией армии РФ, Путин бросил зама «Шойгу» за решетку. Слева Тимур в золоте и на троне, справа Тимур в браслетах и на скамье подсудимых. А на хлебное место назначил свою родственницу Анну Цивилеву. Двоюродная племянница Путина стала заместителем министра обороны. Это Анна Цивилева. Мы сейчас объединены общей целью. Племянница президента решила, что кушать только на строительстве в военном ведомстве мало. И попросила дядю еще немного на десерт. Владимир Путин продолжает давать новые должности своей родственнице Анне Цивилевой. Сегодня он подписал указ, согласно которому его двоюродная племянница станет статс-секретарем замминистра обороны России. Одним словом, с демилитаризацией в России тоже все отлично, а будет еще лучше. Семимильными шагами идет расширение географии дружеских отношений России. Вместо стратегического партнера Германии теперь Северная Корея. Председатель государственных дел Корейской народно-демократической республики товарищ Ким Чен Ын и президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимирович Путин подписывает договор о всеопъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской народно-демократической республикой и Российской Федерацией. И полетели плюшки от этого сотрудничества, как из рога изобилия. Вот вам в Россию от партнера и ракеты, и снаряды, и даже яблочки. Эх, яблочки, да на тарелочке. Откуда вы? Не из Кореи или? Эх, так смешно. Россия и Северная Корея договорились о поставках яблок на российский рынок. Да и Россия в долгу перед КНДР не осталась. Россия отправила в Северную Корею первую партию коз после визита Путина и подписания стратегического партнерства. 432 козочки и 15 козликов. Ну, то есть, как я сказал уже, динамика абсолютно понятна и положительна. Также россияне теперь могут совершить туристические поездки в Северную Корею. Ведь Пхеньян не Париж какой-то там. Действительно, есть на что посмотреть русскому человеку. Да, мы армия, ракеты, все хорошо. Да, вот все, армия, ракеты, да, все, хорошо. А детей для начала можно отправить в корейские лагеря. Наши дети приборские собрались ехать отдыхать в корейский лагерь в корейскую народно-демократическую... Я бы с удовольствием селил в КНДР. Путин также смог договориться с террористами, и теперь Талибан новый друг и товарищ. В Афганистане есть проблемы, они безусловные, о них всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Во-первых, России мало мигрантов, поэтому примут еще и афганцев. Россия обязалась принять афганских трудовых мигрантов. Вы же знаете этих, ну, очень нужных узких специалистов из Афганистана. Во-вторых, Путин рассматривает радикальное исламистское движение «Талибан» как союзника в борьбе против терроризма. Такой себе очень перспективный союз. Пчелы против меда. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находят искренний, живой опыт. Я просто поплох. А Китай вообще даже говорить не стоит. Си для Путина уже как брат. Русские с китайцем – братья на век. Так что пора переставать волноваться и нагнетать обстановку. Си и Путин поделят Россию по-братски. Под крики о суверенитете, независимости и особом пути российские власти просто сдали огромную страну в управлении Пекину. Превратили Россию в его сырьевую базу. За последние годы в целом, хочу подчеркнуть, в целом у нас все на этом важнейшем направлении получалось хорошо. Путин и раньше только о народе и думал. Пенсионный возраст поднял исключительно ради того, чтобы самому работать подольше. И граждане РФ это поддержали. Все это в том числе ваша заслуга. А конституцию дед исправил только потому, что раб на галерах должен быть только один. Нечего другим мучиться. Такая модель является более эффективной. Теперь Бункерный взялся за развитие въездного туризма в России. И результаты уже есть. Причем весьма внушительные. Увеличивается объем туристов, которые приезжают в нашу страну. То есть так называемый въездной туризм тоже растет. Так что, дорогие россияне, все идет по плану. План, конечно, засекречен, но очень похоже, что пришло время собирать камни.